После того, как вы поняли, с кем вы говорите, вы должны решить, как вы будете говорить с этими людьми, какие инструменты вы будете для этого использовать. Понятно, что ваш главный инструмент – это тот сайт, на котором вы собираете деньги, в нашем случае это планета, но помимо того, есть еще множество всего остального. В первую очередь, это, конечно, социальные сети, и для каждого из них используется определенный стиль. На планете мы использовали так называемый инфостиль. Если вы еще не слышали, что это такое, зайдите на сайт главред.ру, это пишется как главред, только без гласных букв. Там очень толковый мужчина, очень подробно, с упражнениями и примерами рассказывает, что такое инфостиль, как вычистить ваши сообщения от всех ненужных слов, которые будут его засорять. Возможно, вам сперва будет казаться, что вы избавляетесь от всего самого прекрасного, лучшего и чудесного в вашем тексте, но на самом деле, если вы только не заслуженный писатель или копирайтер с большим опытом, скорее всего, все вот эти завитушки, которые вы настроили вокруг вашего текста, они в нем лишние. Не надо. У вашей аудитории мало времени, и она не хочет его тратить, поэтому говорите с ней сразу по делу. Соответственно, в описании проекта на планете мы использовали именно чистый инфостиль, который мы немножко разбавляли эмоциями в соцсетях, в силу того, что соцсети – это живой формат, где пишут какие-то уже понятные люди. Мы обращались к Фейсбуку, а не ВКонтакте, просто потому что поняли, что нашей аудитории ВКонтакте нет, это не те люди, которые могут помочь нашей компании. Вот так, например, выглядит кусок описания нашего проекта на планете. Кто мы, что мы делаем, каким образом, почему мы решили это делать. Ну, это, естественно, только фрагмент, это вступительная часть. А это кусок нашего Фейсбука. Вот, пожалуйста, так выглядел пост. В принципе, тоже по делу, там есть небольшая шутка. И фотография реквизита из фильма. Субтитры создавал DimaTorzok